Музыка Белаяворона.net Словно имейл-адрес для переписки с собственным «я». Когда хочется сказать все как есть, но это слишком больно. Поэтому звучит встречная боль, дабы нанести удар первым. Спектакль по мотивам пьесы «Любовь, джаз и черт» литовского драматурга Юозеса Грушеса представил Харьковский театр для детей и юношества в прочтении режиссера Андрея Лебедя. Спектакль по мотивам пьесы «Любовь». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поєднання музики, світла, декорації, всього, ну, це варто побачити, дуже потужно. Вражає також, ну, змістом вкладеним в виставу. Я дуже сильно був вражений, тому я прийшов знову. І підозрюю, я вже в друге, і є підозрю, що буду в третій, рекомендую. В театрі все вирішує зритель. І от сьогодні я отримав на це відповідь. Я не знаю, пройдет 4, 5, 10 спектаклей, може быть, ми другой какой-то результат получим. Но сегодня то, що було, я дуже доволен, тому що зритель рішил, що їм це подобається. І не просто подобається. А зритель неотрывно вглядывається в происходящее на сцене, подпевая, проживая все вместе с актерами, не приймає наступлений антракта і з першим же дзвонком возвращаясь в зал. В зрительному залі на прем'єрі колеги, експерти і те, для кого все задумувалось. Мені дуже подобається. Я не очікувала, насправді, що буде така інтерпретація, будуть такі от сцени. Бо я пам'ятаю ще той момент, коли я приходила сюди маленькою, коли ми їздили з вчителькою, з моїми однокласниками, це були якісь дитячі такі вистави, то тут вже такі серйозні теми, серйозні проблеми. І вже сидиш і замислюєшся над такими глобальними проблемами. Чистого чоловіка ідея, от Джанет Дарк, яку ніхто не розумів у своє часі, і зараз современні дівчинки, їх називають білі ворони, не від міра всього, а в глибіні душі вони чисті, світлі, і, ну, як божі люди, кажуть, знаєте, як якась наносна якась відв'язаність, може бути, присутність. Це дуже інтересна тема, сложна тема, і мені приємно, що наш театр юного зрителя взяв такий матеріал. Є вже намеки на те, що ми входимо в какое-то нове качество, в іную формацию совершенно. І дай Бог, я дуже хочу, щоб наш ТЮЗ занял достойне місто в ряду всіх харківських театрів, і таке обязательно дозволі произойти. На сьогоднішній день говорити об цьому спектаклю, що це, так сказати, вже какой-то нет, це тільки етап, це, можна сказати, порогом выхода в какое-то нове таке качество, новий театральний приєм, його нужно обрести. Конечно, не все точно, не все точно, но мне очень понравилась Виолетта, у нее есть очень сильные места. В цьому спектаклю дуже мало крупних планов, а вони должны здесь быть, тому що здесь є і поэзія, і бокал, і, в общем-то, дозволі собирається такий собирательний, собирається-собирательний, простите за тавтологію, але образ. Виден труд, видно, що люди старались, і актери роботають достойно. Ну, посмотрим дальше, пока, пока интересно. Зритель покажет, конечно же. А когда придуть, мы ждем очень с нетерпением зрителя конкретно, для которого ставился спектакль, я имею в виду подростков, молодежь. Вот очень хочется на них проверить. У нас будут именно эти зрители. Вот мы вот этот спектакль особенно ждем, чтобы все проверить, многие места, которые мы задумали. Для Андрея Сергеевича эта премьера особо волнительна. Еще и потому, что на сцену вышла его дочь – Маша. Именно эта удивительная девочка при всей мерзости общей картины оставила у зрителя ощущение вселенской чистоты. Бесспорно, ее выход и неподражаемое интуитивное мастерство стало украшением, находкой белой вороны. В каждой премьере мы ищем новое, новый подход, новое дыхание, новое решение для зрителя, новое решение для самих себя и новые испытания для каждого из нас, для постановочной группы, и для актеров, и для зрителей. И здесь мы экспериментировали, получится или не получится. Каждый шаг был для нас испытанием. Сложным, сложным с кровью, с потом. Но я думаю, что зритель, наверное, принял нас. Он увидел, что мы старались. Он увидел, что мы испытывали такое же нетерпение показать, а не такое нетерпение увидеть. Я переживал, чтобы актеры не споткнули, чтобы актеры держали до самого конца это дыхание зрителей. Свой пульс сердца у них-то получилось, они молодцы. Я всегда люблю актеров, которые выносят на своих плечах все это зрелище, все это действие, все эти переживания, все эти глубокие мысли, которые мы с режиссером вкладываем в этот спектакль. Спасибо актерам, спасибо зрителям, что они их увидели, они их поменяли. Сойдя со сцены, одни артисты тут же выходят из образа, чтобы не повредить тонкий саван, сотканный из мыслей, переживаний, чувств. Другие же продолжают жизнь своего героя и за кулисами, не в силах прервать этот поток энергии, уносящий так далеко от себя самого и настолько вглубь самого себя. У меня сейчас очень много эмоций. Самое главное, чтобы мы достучались все-таки до зрителя о том, что надо жить в мире, в любви. И это самое главное, наверное, в жизни. Дети, семья – это самое главное. Хотелось вот так вот именно, чтобы вам было понятно, почему Андрюс такой. Потому что отцу на него наплевать, отец сделал свою карьеру, отец там всего боится ночью, от любого шара за пистолет хватается, время такое, прокуроры все на стреме. Вот хотелось передать вот такой. Ну, просто, я говорю, объем роли не позволяет более широко. Вот взял какой-то вот такой кусочек, какой-то такой набросок прокурора, если можно так сказать. Молодежь вся талантливая у нас. Вот как на меня лично, не только у нас, вот всем молодым актерам Харьков смотрю, в других театрах, к таланту еще нужно немножко теперь профессии набираться. Талант – это обязательно условие, на что потом нужно нарабатывать. Талант не закончится до тех пор, пока тебе все мало, мало, хочется еще, еще, еще чего-то. Вот тогда талант работает. А когда уже не хочется ничего, тогда и талант погаснет. Мне кажется, что сегодняшняя моя работа была достаточно грубыми мазками сделана, еще надо работать. В каждом человеке есть и темная, и светлая сторона. И в любом случае человек по ходу своей жизни заскакивает и на ту, и на другую сторону. Но в любом случае, рано или поздно придется выбрать на чьей-то стороне. Вот я думаю, что мой персонаж выбирал все время по ходу всего спектакля, на какой он из сторон. И он должен выбрать, и должен выбрать светлую. Вот, так что к этому надо еще прийти. Если ты не можешь сказать, ты в этом месте можешь только спеть. Зрители очень долго не отпускали артистов. Аплодисменты, казалось, пронизывали насквозь. То ли Харьков столь театрален, то ли пьеса столь своевременна, то ли режиссер с художником творили сообща, возможно, все вместе, в единой круговертие, а только отыскать безразличный взгляд в зрительном зале оказалось делом попросту невозможным. Я очень заинтересовалась этим проектом, и мне бы хотелось поделиться, какие еще есть выставы. Я думаю, что они не меньше интересны, чем это. Для меня могла быть настолько мощная выстава быть ожиданной, потому что на Депешмот за Жаданом я ходил три раза, и еще одну выставу для взрослых я в ТЮЗе отведал. Ну, правда, только один раз, но желание было пить и снова было. Я никак не могу передавиться, но не передавлялся. Так что ТЮЗ не расчариваю, я не знаю, как у вас выходит. У вас что-то премьера, то бомба. Самое главное – премьера состоялась. Полный зал, аплодисменты, волнение артистов, волнение, ну, в конце концов, директора, волнение тоже. Премьера состоялась, это самое главное. Теперь, как говорится, в добрый, добрый путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok